Здесь газ, правильно заведем? Здесь газ. Москвич Денис Арсенин планирует купить дом для родителей. Один из коттеджей в Эмеретинской низменности, по его мнению, подошел бы идеально. Ищу именно ровное место, равнина, чтобы не было горы. И с хорошей развитой инфраструктурой. Очень понравился район. Природа, воздух, соседство с морем, с горами. И экология, конечно, это прежде всего. Денис осмотрел несколько домов. Их показывает представитель Департамента имущественных отношений, городской администрации и муниципалитету. Передан 51 коттедж в Эмеретинской низменности, возведенный перед играми. Расположены они в непосредственной близости к Олимпийскому парку, который продолжает оставаться эпицентром самых значимых спортивных и культурных событий, как российского, так и международного уровня. Кроме того, до моря буквально несколько сотен. Ранее владельцем этих домов был Олимпстрой. Они предназначались для переселенцев, но оказались невостребованными. Поэтому правительством России было принято решение передать их городу. Территория – это особо охраняемая. Такой статус присвоен по распоряжению российского правительства. Он – гарантия того, что среди невысоких построек не появятся высотки. Микрорайон, где дома расположены, частично заселен с еще прошлого года. Во дворах у соседей уже успели вырасти кустарники и зеленые изгороди. Скоро жителей на улицах Митривеля, Хоккейна, Щирова станет больше. Очень много у нас спрашивают, когда мы будем выставлять данные дома на продажу. То есть интерес очень большой у людей – и местных жителей, и иногородних. На продажу выставлены одноэтажные и двухэтажные дома. Их площадь и размер земельных участков различны. В городских агентствах недвижимости считают, эти коттеджи будут востребованы. Сходя из опыта реализации других объектов недвижимости, находящихся в эмеретинской низменности, популярность среди людей растет. Там буквально все построено с нуля. Чем людей это привлекает? Потому что всем хочется все-таки находиться в чем-то таком новом, интересном. Плюс там пляжи открытые, большая часть прогулочная, набережная. Продавать дома будут на аукционе 28 сентября. Заявки принимают до 7 сентября. В администрации говорят, деньги, полученные на аукционе, отправляются в городской бюджет. Власти подчеркивают, что эти дома невозможно передать по договору социального найма, так как они имеют земельный участок, а он не может быть прикреплен к объектам. Закон позволяет эти жилые дома только продавать. Другое дело почти 700 квартир, в которых во время зимних игр жили волонтеры и обслуживающий персонал. После передачи муниципалитету их можно предоставить по договору соцнайма. И распределение этих квартир уже началось. Муниципальные внеочередные вопросы все закрыли, то есть приняли решение о предоставлении всех внеочередных. Внеочередные это у нас лица, страдающие тяжелыми формами заболеваний, но есть специальные, при этом стоят на учете. Это у нас дети-сироты. И это лица, дома, которых признаны ветхими и аварийными, они признаны малоимущими. Идет работа по предоставлению нуждающимся очередникам. Почти 300 квартир мы сейчас предоставили, вот как раз очередникам еще продолжаем предоставлять. И это еще не все резервы, которые есть у города. Муниципалитету переданы дома, которые были построены госкорпорацией «Олимпстрой» и строения, возведенные компанией «Черноморье». Они также находятся в Амеретинской низменности. В настоящий момент принято решение о передаче городу еще 24 домов, средства от продажи которых также направят на решение социально значимых вопросов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.